Субтитры сделал DimaTorzok Что это было вообще? Ничего не помню. Вроде гонку смотреть собирались. Да знаю, я знаю. Все, что было в Вегасе, остается в Вегасе. Но я все равно ничего рассказать даже не смогу. Я ничего не помню. Молчалин, а давай в этот раз ты? Тебя все равно никто не услышит, кроме меня. А я никому не расскажу. Я, если честно, вообще не знаю, получится у нас или нет. Если ты ничего не вспомнишь, как я, придется импровизировать. Ну и на удачу скажем, что победил Ферстаппин. Надеюсь, Тапок нас не подвел. Друзья, всем привет. С вами самый адекватный обзор гонки в Вегасе. В столице игорного бизнеса все находится в руках фортуны. В Лас-Вегасе важно лишь одно. Повезет тебе или нет. Даже когда шарик лидерства скачет в рулетке из ячейки в ячейку. Впрочем, опять и снова. Формула-1 играла с нами в открытую. С самого старта стало понятно, у кого козырь на руках. А дальше... Дальше я не помню. Ну да. Тебе не показалось, что козырь в рукаве. Правда, рукава у меня нет. Но то, что я имею козырь давно и так всем очевидно. Согласись. Ланда, давайте что вспомним, то и разложим по полочкам. Отделим, так сказать, джокеров от полупокеров. Полупокеров. Эх, пас. Нет, карты хорошие. Просто я краснюк и на всякий случай сразу пас. Ну, понимаешь, Молчалин. Заваривать надо хорошо. Если плохо заваривать, то может и днище сорвать. Ну-ка, закрой глаза, открой рот. Блин, холодно тут, капец. Еще спрашивают постоянно, почему это из Вегаса все в Краснодар переезжают. Да вот почему. Блин, я даже тренировки не помню, представляешь. Помню только, как ты в люк провалился. Я еще, главное, так удивился. Люк такой маленький. Как ты туда поместился? Еще мужика помню в Красном комбинезоне. Он такой на колени встал, короче, и говорит, о-о-о, волшебник. Я говорю, окстись, комрад. Волшебник только сено. Он еще что-то там по-испански возражал. А я ему говорю, убирай свою красную растыку с дороги. А то я тебе сейчас наклейку наклею. И главное, он такой, вообще завелся. Кричит, я сейчас копов вызову. А я стою спокойно, знаю же, что не вызовет. Все копы полезли в люк. Тебя искать. Как они туда поместились? А дальше вообще ничего не помню. А если бы и помнил, то наверняка бы в обзоре обхаял подготовку к Гран-при Лас-Вегаса. Вот стопудово. Типа такой... Перефразируя известную фразу Дарта Вейдера, можно сказать, эх, люк, твою мать. Ну что за пиндосы? Построили, понимаешь, дырявую трассу. Нет, я еще понял, если бы где-нибудь в Сыр-Зране, в Сыратове, ну, в Красносырске на худой конец. Там, может быть, и с дырками, и иногда даже с плесенью. Но в Вегасе на этом все. Бомбеж окончен. Не, ну, ребят, на самом деле на городских трассах такое случается. Обидно вот только за саму ситуацию с Феррари, понимаете? Мало того, что чемпионскую машину никак построить не могут. Все смеются над клоунами, стратегами. В боссы себе взяли какого-то тихоню терпеливого. То электроника вырубится, то, блин, колеса сотрутся раньше времени. Че? А, Вегас, извини, забыл совсем. В Вегасе машина вот у них раздолбалась. А потом им за это еще и штраф впаяли. Ну, елки-палки, такое могло произойти только с итальянцами. А теперь, ребятушки, поднимите-ка руку, кто был удивлен, что это произошло не с Леклером. Шарлита, видимо, еще в Бразилии свою судьбу ощутил. Он понял жизнь и в Вегас не торопился. Он отправился в джунгли. Там нашел индейского шамана, который обкурил его травами чудодейственными. Да пребудет удача с вождем краснокомбинезонных. Да не угаснет резиновое солнце коня его горцующего. Племя его пусть не тупит в боксах, как долб... Да пусть не спихнет его оранжевый лев с охотничьей тропы. Скажите, товарищ вождь, а я теперь буду побеждать? Нет, горцующий мустанг. Побеждать ты не начнешь. Но курнули мы славно. Ну, тогда я пойду. Мне еще в Вегас идти. Машина-то поломалась. А, иди, иди, вождь большой рогатцы. Только форточку открой, пусть проветрится. А то душнилы тут надушнили. Леклерднище, леклерднище. Ну, все, ваша карта бита. А это тебе на погоны, сержант. Слушай, напомни, как там Вильямсы. Это ж Вегас. Скоростная трасса, почти как Монса. Небось, у них там очков полный, диффузор. Нет? Слушай, молчали. Ну, там же у них американский гонщик. Ну, могли бы ему что-нибудь подшаманить, чтобы он блеснул. Что? Блеснул? В третий сегмент заехал? Не, не, я никому не расскажу. Ты что ты думаешь, если я расскажу, мне кто-нибудь поверит вообще? Если бы я про Вильямс говорил в Вегасе, ну, что-нибудь такое бы там получилось. Ну, типа вот. Лучшая квалификация Вильямса за восемь лет. Но это Вегас, ребятушки. Если тебе повезло сегодня, то вовсе не значит, что завтра ты не останешься без штанов. А ведь какая-нибудь сволочь напишет в комментариях, что это, мол, у Витоса такая реклама календаря Валерчика Ботоса. Не надо, не надо. Мы, если и рекламируем, то только нормальные календари. Причины провала Вильямса очевидны. Во время пейскара они сделали ставку на зеро. На зеро шансов приехать в очки на старом харде. Да, началось гранулирование, ну и... Но во всем, ребятушки, можно найти положительные стороны. Обратите внимание, что, пожалуй, тоже впервые за восемь лет мы с вами недовольны тем, что Вильямсу не удалось обеими машинами в очки приехать. Как же это так? Да, хорошему привыкаешь быстро. Поэтому давайте поговорим снова о плохом. Так, так, так. Два черных короля. Казалось бы, выигрышная комбинация. Но проблема в том, что этих королей бьет и красный валет, и джокер, закрывающий внутреннюю траекторию, и даже пиастры. Ты так правдоподобно удивляешься тому, что есть карта пиастры? Что ж тебе Оскара хочется вручить? Сосредоточься на главном. Знаешь, вот главное, что я не запомнил, это трасса. Такое впечатление, что там вот единственный поворот, в котором все в Мерседесов врезаются, а дальше прямая. Понимаешь, Люсьен? Ой, Молчалин. Я все никак привыкнуть не могу к твоей наколке. А ты что, не помнишь? Ты же вчера себе на все лицо наколку сделал. Ну, кого-кого? Хэмильтона? Молчалин! Молчалин! Блин, где нашатырь? Чувак, чувак, ты норм? Продолжать вообще сможешь? О, вспомнил. На мостике Мерседеса именно эту фразу говорили Хэмильтону и Расселу. Я не помню, что мы делали на мостике Мерседеса, но фразу помню. Походу, облажались Мериной в этот раз. Ничего хорошего про них не скажешь. Ну, разве что, типа... А может, все-таки стоило на одну гонку, ну, в качестве спецливреи, перекрасить эти черные стрелы обратно в серебряные? Ну, просто вот эти вот черные машины, они в ночи Вегаса вообще незаметны. То Карлита в Хэма приедет на старте, то Пиастре угодит аккурат в черное-черное колесо, черной-черной машины, с чер... Кхм-кхм... Кибержорик в этот раз как-то плохо просчитал свой маневр. Дело в том, что Максим Йосович Ферстаппин нынче в своем пилотаже так точен и безошибочен, что даже компьютер против него бессилен. И законы физики, между прочим. Когда на трассу посыпались обломки с явными клочками шерсти красного бычка, многие полезли в интернет, чтобы посмотреть, как переводится Форца Феррари. Оказалось, вперед, Феррари, а не гребаные клоуны. Но оказалось-показалось. Максим как ни в чем не бывало. Поехал по привычке побеждать. Пилот Феррари мучился на своих бесполезных хардах, ну а Кибержорик слил очередную гонку. Так что в целом для этих незаметных стрел итог гонки неутешительный. Подставились под Феррари перед финальной битвой за звание лучшей команды из остальных. Вот, наверное, вот так бы как-то я про них бы и сказал. Ну, конкретно не помню. Да что я, слушай, ты вообще, вот ты. Можешь вспомнить сезон Мерседеса без побед? Слышь? Дядю Мишу не трогай. Так-так-так, ва-банк, на оранжевое. В смысле нет оранжевого. За шесть кругов до финиша же еще был. А что там морковки? Если кто и мог победить тапка, то только ландыш. Че ты головой мотаешь? Совсем все плохо? То есть ты хочешь сказать, если бы я все помнил, и мы бы делали нормальный обзор, то морковки были бы в минусах? Типа вот так? Если бы Пиастри каким-то чудом до конца бы продержался в борьбе за подиум, то он мог бы стать явным героем этой гонки. Но пидстоп за шесть кругов до финиша оставил лишь призрачные шансы на считанные очко. Ну, как бы и грех жаловаться при старте из самой задницы. Ну и радоваться в этой ситуации тоже такое себе. У ландыша там еще хуже все сложилось. Он зачем-то решил натереть свою морковку, а терку бетонной стены. И знаете, это оказался единственный вменяемый крэш за весь уикенд. Ну и получается, что в колоде Вегаса есть хотя бы этот козырь, что в плане драматургии, конечно же, хорошо, но вот для самой оранжевой команды, увы. Так, вижу, вижу, как Джокер пытается наказать какую-то шестерку. Он метает гром и молнии, а иногда и матерные слова. Он ринулся в атаку, переполненный чувством мести. Но вот только не могу понять, то ли он попал в окно, то ли окон попал. Молчалин? Молчалин? А, сука, ты там, я забыл. Слушай, я, наверное, сейчас как судья Формулы-1 выгляжу. Сам ты мудак. Я просто не помню, какой Ферстаппин коло подрезал, в какой там квалификации. Это что-то такое было. Причем не первый раз. Так что, если говорить о мудаках, то как-то вот так. Да, безусловно. Один из главных постулатов сликовой философии гласит, что чемпион должен быть мудаком. Но в этом нет ничего плохого. Таков спорт. Постоянная борьба. Борьба жесткая. Тут иначе нельзя. Но в очередной раз я задаюсь вопросом, зачем вытворять, когда в этом нет уже никакой необходимости? Давайте же аккуратно разберемся в этом вопросе. Смотрите. Не все чемпионы, добравшись до вершины, остаются мудаками. Но, стоит признать, не все мудаки становятся чемпионами. То, что товарищ Форточкин довольно часто жестит, ну, это ни для кого не секрет. Но с такими товарищами надо как-то по-другому. Врубать учителя на трассе бессмысленно. Его, вон, Федор Иванович учил, 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 учил. Да так ничему и не научил, походу. Теперь, Максим, поймите, в термин мудак я не вкладываю ничего оскорбительного. Это как бы определение. Когда гонщик ведет себя сверх меры жестко, и именно эту способность в ответственный момент без угрызений совести поступить по-мудацки и оттеснить соперника в борьбе за титул. Это очень полезный навык. Но будь ты хоть трижды чемпионом, если ты делаешь это грязно и безо всякого смысла, то будь готов получить заслуженное наказание. То есть, товарищи фанаты, я, конечно, понимаю, что любая критика в адрес предмета вашего обожания воспринимается как личное оскорбление, но давайте попробуем мыслить непредвзято. Окон перед уходом на быстрый круг в квалификации видит, что его высочество пытается раскорячиться на трассе в максимально удобной для себя позе. Не забывайте, что в это время каждому пилоту в ухо толдычит гоночный инженер. Держи резину в дельте, следи за температурой, не сбавляй темп. И это... Че ты ждешь? В этих условиях Эстебан решает, что нет у него времени дожидаться вот этого Максима Йосовича и в последнем повороте прогревочного круга, просвистев мимо него, устремляется на свою решающую попытку пройти хотя бы во второй сегмент. Окон опередил Ферстапина до линии старт-финиш, так что если и помешал ему своим неожиданным и безусловно мудацким выкидонам, то на круге прогрева. И получается, что с точки зрения правил никаких претензий быть не может. Претензии могут быть только морального характера. Всегда в таких случаях вспоминаю историю с Никитой Дмитриевичем Мазепиным. Ох, как его в свое время смешали с навозом за подобный маневр в одной из квалификаций. Нарушил, мол, джентльменское соглашение. Ага. При этом подобное происходит в каждом первом сегменте каждой квалификации, уж поверьте. Просто происходит это не в адрес Максима Йосовича. И вот тут Ферстапин. Ну, можно же было покритиковать Форточкина в интервью, обозвать его словами всякими и под делом. Но Макс решил наказать обидчика самостоятельно, проучить сорванца, не отходя от трассы. Недолго думая, легендарный чемпион взял и подрезал нерадивого альпиниста прямо в первом повороте, чем испортил быстрый круг и себе, и ему. Максиму этот круг был вообще до задницы. Он ничем не рисковал. А вот для Форточкина он был решающим. И в итоге окон так и остался в первом сегменте и дальше не прошел. И вот на этот случай, ребятушки, есть уже абсолютно четкий пункт в правилах создания помехи на трассе. Да? Он касается именно квалификации и именно быстрого круга. Можно было бы еще как-то усомниться, да? Ну, сказать, что Максим малошибся, ну, погрячился в конце концов маленечко. Но Йосыч сам сразу после квала поперся к журналистам и раструбил с горделивым видом на всю округу. Видели, говорит, видели, как я его наказал. Ух, как этот Форточкин меня огорчил, подонок. Нельзя было оставлять неотомщенным сие паскудство в адрес моей персоны. Так что давайте адекватненько признаем, факт нарушения правил, он как бы налицо. Да вот только почему-то наказание не последуло. И вот тут уже вопрос к судям. И тоже поймите правильно, вот не наше дело рубиться ночами в комментах, кто хороший, а кто, блин, плохой. Езда Макса это вообще его личное дело. Может, хоть задом по трассе кататься, если ему захочется, но только вот судьи, они обязаны за эти проступки его наказывать. И тогда все будет по справедливости, по чесноку. И вот я еще в 21 году говорил, вы посмотрите на Максима. Этот парень, похоже, вырос, он больше не творит вот этой дичи, которую творил все годы до этого. Такой умный стал, сдержанный. Но нет, похоже, кусочек этого шила где-то в заднице остался. На старте гонки Макс вытворил то же самое, только уже с Леклером. И я еще в Техасе задавался этим вопросом. Именно этим почему не наказывают? Что позволено Юпитеру, то не дозволено Быку. Ну или наоборот получается. Это граждане судьи пагубная практика. Давайте уж тогда, я не знаю, самым красивым пилотом очки давать. А че нет? Благо, уже хотя бы в гонке. Видимо, по совокупности однообразных выпихиваний с трассы Максу впаяли штраф в пять секунд. И заметьте, на результат ведь это никак не повлияло. Но зато ворчания таких дотошных болельщиков, как я, стало куда меньше. На этом все. Всем адекватным спасибо. А я пойду в комментарии читать комментарии, что я хейтер Макса, потому что фанат Хэма. А я сам фиг знает почему. Наверное, ты знаешь, что надо было сделать? Сесть самому проехать. Ланда, надеюсь, вы меня поняли. Что Акон, что Максим, уже взрослые, состоявшиеся гонщики. Их не переделаешь. Но нельзя со стороны судей просто не наказывать лишь потому, что, ну, что тут сделаешь? Один вот такой, а второй вот такой. Правило есть, не хрен лезть. Вот и не лезь. Все. Погнали уже от этого стола неудачников к замечательной рулетке хороших впечатлений и успехов. Ты главное пойми. Карты вот с этой стороны все одинаковые. А вот с этой разные. В Формуле 1 все по-другому. На вид все разные, а по сути одинаковые. Ну, кроме Редбулов. Там даже внутри одной команды они разные. Понимаешь? Слушай, Вегас конечно капец. Вообще невозможно отличить фантазию от реальности. Видел вот эту хрень светящуюся? Ну, я сначала подумал это эго Ферстаппина до таких размеров раздулось. А потом оказалось они тупо телевизор такой сделали. Вот скажи, мне показалось или реально машины выглядели как-то по-другому? Ну, а я о чем? Зеленые Феррари, леопардовые Альдебараны, красно-белый Макларен. Че говоришь? Не так все было? Феррари красно-белые? Они че там в конец еб... что ли? Хорошо, что я этого не помню. А если бы помнил, рассказал бы как-нибудь сатирически об этом? А я давно говорю, все эти попытки спец раскрасок шлемов дело пустое. Башка там что-то в этом хало трепыхается, но она так глубоко, что видно только макушку. А вот красить машины, я это еще на Слиэкстриме недавно предлагал, те же черные Мерседесы могли бы разбавить свое однообразие нанесением флагов. Вот они в США это сделали, в Техасе, не в Эгасе. Было прикольно. Можно было бы они же сделали. Короче, пофиг, вы поняли, да? И вот на каждой трассе, на каждом гран-при наносить национальный флаг себе вон туда вот на этот плавничок, это и в маркетинговом плане был бы положительный ход, ну и просто какое-то разнообразие. Я, конечно, подозреваю, что они всем поддакам тоже по субботам вечером садятся и смотрят Слиэкстрим. Но задаюсь вопросом, почему именно в Вегасе всем приспичило делать вот эти спец-ливреи. Практически все команды представили свои оригинальные варианты расцветок. Все. Кроме Мерсов, Астонов и единственной американской команды в Пелотоне. Ну, видимо, не получилось у них. Всю краску в Вегасе скупили. Фокин фок. Тут вам и красно-белые Феррари, и отражение казино на ярких обтекателях Вильямсов, и неведомые животные из дикой природы задницы Пелотона Альфа-Зебры. Я вот только не понял, зачем альпинисты презентовали свою пятнистую ливрею, если, ну, на видеокартинке ее нифига не было видно. Да что там? Альфа-Ромео не было видно целиком. Они вообще в гонке участвовали? Ботас там еще в Формуле-1? Так что, реально, говоришь, да, красно-белые Феррари? Красиво было, да? И болельщикам Макларену понравилось, да? Нахер. И это что получается? Ты решил с Крупника пойти, да? А Лонса? Ну, ладно, вот тебе Строл. Что значит Строл А Лонса не бьет? В Вегасе еще как бьет. Слышь, китаец, да задолбал ты уже звонить. Нету у нас твоих фишек, понимаешь? Нету. Не звони сюда больше. Как-то с Гуанью Джо некрасиво получилось, да? Блин, а ты не помнишь, Алонсо может быть снова на подиум приехал? Нет? Погоди, ну вот же он на пятом месте приехал. Не Алонсо? Это что, Строл? Понимаешь, Молчалин, тут проблема не в том, что я не помню. Проблема в том, что я не понимаю. Согласитесь, под конец сезона Лэнс Лоуренцевич вроде кое-как поехал. Все чаще он стал набирать очки и в Вегасе оказался впереди Федор Ивановича. Алонсо? Не знаю, может, Иваныч блефовал и специально поддавался, ну, чтобы Строл Старший в контракте следующего года не поставил на зеро. А может, Сэбушка Феттель свой спиннер забыл в кокпите и именно в Вегасе Алонсо его нашел. Да ладно, мы же понимаем, что и на старуху бывает проруха. После подиума в Бразилии Федор Ивановичу вообще можно все. А если не сможет, то Строл поможет. И в последнее время все чаще не только старший. И запомни, Сережа, сначала ты проигрываешь, потом проигрываешь ты, а потом снова ты проигрываешь и проигрываешь. Надо же, хотел тебе слепстрим раздать, а опять хрен пойми, ничто. Вот мы с тобой не хотели вот этого вот, а гонку не помним. При этом Серега Перцев наверняка хотел бы снова забыть прошедший уикенд и никогда не вспоминать. Да ладно, после очередной всратой квалификации? Блин, если бы я это помнил, я бы прям похвалил Сережу, типа ну прям. Ну что, возрадуйтесь, комрады-чекисты, как бы не хаяли красного перца, а свою задачу он выполнил. Конечно, скептики скажут, что вице-чемпионский титул на самовозе любой в трикел затащить может. Но согласитесь, после всей критики середины сезона, по большей части заслуженной, ну, слабо верилось в успех. И ведь на самом деле хорошая гонка получилась у мексиканца. Стартуя издалека, как всегда, он смог и за подиум побороться, и даже полидировать. Конечно, как и в случае с многими приехавшими в очки, произошло это благодаря вот этой суматохе на старте. Тому колесу событий, которое сначала раскрутило Лонса, а потом проколол Пиастри. Но еще раз повторю эту фразу, главный результат, а он есть. Как в гонке, так и в чемпионате. Так что нечего там, сидеть на заднем сиденье Роллс-Ройса и грустить, блин, в форточку. Опять Форточкина вспомнил, понимаешь, наказать бы его еще раз, да, и чтоб за это опять не наказали. Так что это, ребятушки, теперь можно, вполне заслуженно. Давайте, все вместе, только тихонечко. Че-ку, 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 че-ку. Красавцы. Так, ну, смотри, твое гасли я побью оконом. Да, карты вроде одинаковые, но похоже, что в этот раз окон козырный. Погоди, погоди, мы ж уже говорили про окона. Шо, опять? Как мудак? Ну, надеюсь, оно того стоило хотя бы. А теперь давайте закрепим пройденное. Если гонщик хочет добиться успеха, то он обязан совершать мудацкие поступки. Но только в тех случаях, когда это необходимо. Вы уж простите, что сегодня часто упоминается это скользкое, как холодный асфальт ночной трассы в Вегасе тема. Но сами посудите, если бы командный игрок из Тебана Кон послушался бы команду и остался за спиной у Гасли, то его бы впоследствии прошли многие. Петр, как утопленник, просто потянул бы коллегу за собой. Туда, на дно пелотона, где из достопримечательностей можно разглядеть только голую задницу Ботоса. Конечно, у альпинистов не принято обрезать веревку с сорвавшимся товарищем, но это гонки, и тут, если хочешь добиться успеха, ну вы поняли. Поэтому считаю обгон Форточкина оправданным и четвертое место на финише вполне заслуженным. Даже наказание Ферстаппина, ой, неправильно сказал, от Ферстаппина не помешало стать окону одним из главных героев прошедшего гран-при. Ферстаппина Ферстаппина пацаны походу очень наивные такие, как будто не знают, кто сейчас в Формуле-1 постоянно побеждает. Что было пыжиться вот это, шоу устраивать. А больше, понимаешь, ничего не помню. Но память у меня хорошая, поэтому позволь предположить. Значит, Леклеру опять поставили бесполезный хард. Печально, печально. Надо было им сходить к Рэдбулам и попросить полезный. А, еще вспомнил, знаешь, что, на вершине подиума чувак в белом комбинезоне стоит. Это что, получается? Цунода победил? Да ты что? Реально? В принципе, да, кто ж еще? Хотя, вот знаешь, идея прикольная. Чтоб не было вот так однообразно тапку вообще на каждую гонку выдавать разные комбинезоны. Ну, вдруг болельщики посмотрят и не догадаются. Короче, ты мне мозги не делай, ты про Леклера то скажи, ну, что там было-то и... Не, ну, я бы, если бы я про Леклера говорил, было бы, ну, было бы как-то вот, ну, так. Хоть это и не квалификация, а всего лишь обзор гонки, но я рискну поставить на первое место Леклера. С одной стороны, согласитесь, очередной гениальный пол, борьба по ходу всей дистанции и, несмотря на очередной легкий тупничок с бесполезным хардом, борьба эта длилась до последнего поворота. Но важно еще и то, что Шарль стал действительно ярким пятном гонки в Вегасе. Ну, представьте, что бы было без него. Одинокий Максим пытается раздать слепстрим Пересу, никак не может его догнать. Я, конечно, понимаю всю вот эту критику, вот это вот отношение, сложившееся уже за несколько лет. Я и сам часто готов примкнуть к вот этому он во мне волшебник. Но конкретно в этой гонке Шарль выглядел как настоящий боец, как настоящий топ-пилот современной Формулы 1. Красава. Постой, Шарли ты, закрой форточку. Дует. Да чё ты ей хлопаешь, как Ферстаппин. Ладно, раз уж ты ко мне пришел, дам тебе один совет. Ежели вот ты окажешься в гонке позади Максима Йосовича, ежели вот силу в себе почувствуешь, не ссы. А, блин, а я еще думаю, зачем они два Роллс-Ройса подогнали. Помнишь, ты пацанам сказал, садитесь в заднюю машину, мы вам дорогу покажем. Ну, на кой, на кой хрен тебе приспичило в два часа ночи любоваться на фонтаны? Романтик был это. Ну, а там, конечно, откуда ни возьмись, Култхарт опять. Впервые на Формуле-1 опять. Ну, и после этого меня вообще капец вырубило. Хорошо, кто-то предложил в фонтане искупаться, там хотя бы водичка холодная. Кто, говоришь, предложил? Валера? Он опять был без? Сука! А ты? А я? Сука! Блин, мы и там, короче, опозорились. Хорошо, я этого не помню. И не напоминай. Да уж, ребятушки, в целом, наверное, сезон такой, что вскоре его большая часть забудется. В памяти останется лишь беспрецедентное доминирование Макса Ферстаппена. Но я думаю, найдутся среди нас и те, кто согласятся с тем, что в этом беспробудном и всепобеждающем угаре довольно часто случаются вот такие вот боевитые и вполне себе интересные гонки. Сколько бы не было критики в адрес Вегаса, какой бы уныло-скучной не получилась траектория этой новой трассы, но мы с вами увидели, что на ней можно бороться. Причем, всю эту борьбу увидели в полной красе. А значит, что? А значит, вива, Лас-Вегас! Так, ребятушки, а вы помните? Не, ну забывать не надо. Должны помнить. Я вам, в конце концов, каждую неделю говорю, что наш канал существует только благодаря вашей поддержке. Так что не забудьте, ссылки в закрепленном комментарии вам с Молчалином из Лас-Вегаса с МКЮ там же. О, Молчалин, это что такое? Фотоаппарат? Да тут же все наши фотки. Сразу удалим? Или сначала посмотрим, а потом удалим нафиг? Как же Джокер ты силен, даже Льюэс удивлен, ведь не мог он и мечтать, столь даже побеждать. Или Клеб в своих мечтах разрывает пух и прах, мчит, как будто чемпион, как же наивен он. Я с сигарой в казино, дорогое пью вино на победу надвою все отдаю. Эти сталки господа побеждают, как всегда, вас отчистят без труда, но кудастся мне Джокер в игре? Только Джокер должен знать то, что вечно побеждать. Невозможно каждый год, что нам принесет. И наступит тот момент, самобоза больше нет, и везенье вышел срок, да как он мог. Извините, господа, так случается всегда, новый рыцарь на коне и по его вене Джокер в игре! Редактор субтитров Корректор А.